ДИХО ПРИШЁЛ, ДИХО ПИШЁЛ, ВОРОГА ЗНИЩЕН, ЯКУ НАКАЗ, СОННЦЕ СЮДАЕ НЕЧЬ, НАСТУПАЕ ДО НИХ, ПОВЕРТАЕТСЯ, СПЕТ В НАС. Добрый вечер. Вечер добрый. Давно не виделись. Да, мы встречались, да, 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 да. Было время, было дело. Мы спорили, по-моему, жестко, да? Не, жестко нет. Зачем? Жестко не спорили, но спорили, да? Александр, город Харьков, напомните откуда? Да, я Сергей Новороссийский. Сергей, а вот это вот ультиматум для НАТО, что скажете, зачем это нужно? Вы знаете, скажу следующее. Я сам, честно говоря, не очень понимаю, зачем это нужно. И как бы у меня такое впечатление, что есть какие-то вещи, которые мы узнаем, ну, в течение недели-двух. Потому что, как бы, нахрена это, как бы, выкатили наши? Я, честно говоря, сам не очень понимаю. Более того, наши постоянно повышают ставки, да, когда там, ну, вот там переговоры, пиндосы говорят, ну, вот здесь-то, здесь-то можно, типа, поговорить. А наши говорят, не-не-не-не. Типа, только комплексно, только, типа, вот пакетом принимаете. Те, конечно, не соглашаются. Более того, я скажу так, что он написан так, чтобы его не приняли. О! И все это понимают. Да, да. И Путин, и Лавров, и переговорщики, все же это понимали. Знаете, знаете, я еще, когда только его прочел, я говорю, там не хватает этого пункта. Я говорю, чтобы войска ФРГ ушли с территории ГДР. Говорю, да, чтобы это, типа, был, будет, висотка на то. Чего там, 93-го года? 89-го. Да, 97-го года. Ну, там выкатили откровенно невыполнимые условия. Откровенно невыполнимые. И причем, что самое интересное, что сказали, что надо все вместе принимать. Да, да, да. Что не по отдельным пунктам. Нет, 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 выбирать как бы вкусное, как бы, не получится. Не получится. Скажу так, я не знаю, почему это сделано. Откровенно говорю, не знаю. Я, как бы, ну, вы знаете, как бы сказать, я там, прорусский за Путина, ватник там. Что происходит, не понимаю. А разговоры о том, что, ну, вот, сейчас-то, типа, Путина, сейчас-то, типа, обосрут, там. Ну, как бы, наверное, это просто смешно. Потому что, как бы, ничего не было такого, чтобы наши, как бы, ну, по крайней мере, там, во флёре, в этом, да. Ну, опять Россия нападет на Украину. Но это уже толдычит уже год просто, да. Это уже просто, как бы, фон уже идет, да. Уже, как бы, особо даже никому не интересно, когда там нападет, там. Зачем, почему, какие-то газеты пишут. Но вот такие предъявы выкатили зачем-то и для чего-то, да. Для чего? Наши, значит, провели три раунда переговоров, да, со штатами, с НАТО и с ОБСЕ. С ОБСЕ, это вообще так чисто, ну, да, и с НАТО чисто такой был. Ну, со штатами главный же. Именно предъява была штатом. Штатом, да. Самые первые, главные, которые прошли какого-то, там, 10-го или 19-го числа, да. Наши, значит, требуют от штатов на следующей неделе, ну, предстоящей, официально. Бумагу. В важном виде, да, что вы отказываетесь от того, чего вам предложили. Вот зачем-то и для чего-то это делается. Для чего, я пока не понимаю, да. Да, но, зная, кто такой ваш нелюбимый, самый нами любимый президент, да, что-то там затеяли. Да, что, понять не могу. Но, сразу говорю, вряд ли будут нападать на Украину, потому что это самый простой вариант, да. Все там, а, это они для того, чтобы попасть на Украину, нет. Ну, запугивать, да. Ну, запугивать, как бы, там, ну, что там нам кого-то запугивать, господи, тем более Украину. И так она, ее там запугивает больше запугивает, чем мы, по большому счету, да. Но, вот это вот предъява, как бы, она интересна тем, что, как бы, никто не поймет, что будет дальше. Она интересна тем, что за нее Путину придется отвечать. Что если со стороны России ничего не будет. Не последует каких-то шагов. Да. То это же мордой face of a table. Да, да. Именно так. О. Вот. Вот. Вот именно так. И весь народ, российский, смотрит с интересом. Это что же это такое сейчас происходит. Мы сами с ней все не в понятках, сразу вам говорю. Никто не понимает, как бы, происходящего, да, как бы. И все ждут, что, как бы, ну, надо, наверное, какое-то время для того, чтобы, как я понял, наши пока оформляют, как бы, сказать, так, мы переговорили с теми, с этими, с этими. Мы бумагу получили, ах, раз вы не хотите, тогда, что будет, не знаю. Кто-то говорит, допустим, разместить ядерное оружие в Крыму или в Беларуси. Но, в принципе, разместить ядерное оружие, оно и так там есть стопудово, да, тактическое, по крайней мере, да. А в Беларуси, ну, можно было без всяких предъяв разместить. Завели ракеты, просто поставили еще. В Калининградской области тоже. Кто-то говорит, могут ввести контингент Венесуэлу и на Кубу, да. Но, с моей точки зрения, вот я тоже в армии... Кстати, Венесуэла и Куба просто офигели, когда это услышали. Не, не, так я же... Да, да. Кто-то, никто не говорит, что туда будут войска вводить. Я же не говорю, что это как бы... Когда это услышали Венесуэла и Куба, они же были, мягко скажем, к этому не готовы. Так мы сами не готовы к этому, потому что это просто не нужно, да. Две подводные лодки, которые будут тусоваться, та с Атлантического океана, другого из Тихова, они, как бы, значительно дешевле обойдутся и значительно скрытнее, чем базы развертывать, как бы, на Кубе, не в Венесуэле. Это, как бы, с военной точки зрения достаточно затратный момент, плюс там население босоногое, да. После этого, мягко, рискованные, как бы сказать, вещи. И потом это же придется покупать Кубу и Венесуэлу, это же ваши деньги. Да, 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 блин, я же о чем говорил, что это нелогично, это нелогично. То есть кто-то говорит про это, кто-то говорит, но... То есть это какой-то, Сергей, то есть это какой-то спектакль, правильно? Нет, 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 подождите, подождите. Давайте пока не будем, как бы, спектакль, не спектакль. Ну, перед какими-то действиями, вы не понимаете... Подождите, то есть перед какими-то действиями это представление, правильно? Да, да, наверное, так, да. То есть планируется что-то, планируется, а перед этим надо декорации, декорации... Мы же вам предлагали, но вы отказали, ребята, типа... О, Сергей, самый главный вопрос, для кого это представление? Вы знаете, что значит для кого? Ну, для, то ли это для народа российского... Нет, 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 смотрите, народ российский, месяц нажат, жил в абсолютно, как бы сказать, нормальной парадигме, ну, как бы, нас все ругают, мы всегда во всем виноваты, мы к этому достаточно привыкли. Против нас ходят санкции, что там, тут трусы Навального нашли, там, скрипалят рванули. Нам уже, мы настолько к этому привыкли, что уже никто не реагирует, да, санкции, ну, да, блядь, да, давай, вкатывай там. Там фильм про Навального сейчас выйдет, опять же. Фильм, блядь, да. Насрать. Вообще всем плевать. На российскому народу. Да, вообще всем плевать. Отлично. Уважение вообще не пользуется в России, там, какие-то городские сумасшедшие там с ним носятся, вообще, как бы, ну, как бы не об этом, да, сейчас речь, да. И тут выкатывается такая тема месяц назад, так, мы сейчас, типа, с вас спросим жестко, а вы нам должны, типа, на предъяву ответить. И мы все тут, как бы, смотрим, о, нихуя себе, это что ж такое происходит. То есть предполагалось, что Штаты пошлют, и они послали, ну, Штаты же послали, ну, именно так. Так я же говорю, для кого это спектакль, это что, для Штатов, для мира. Про Александр, для кого спектакль? Александр, у меня складывается такое впечатление, вот, у меня откровенно ватника там, запутинского там, что наши специально выдвигают какие-то невыполнимые условия для того, чтобы что-то исполнить. Вот. Что исполнить, я не понимаю. Что исполнить, мы пока не знаем, но перед исполнением заносятся декорации. Для кого, для кого эти декорации, для кого эти картон покрашиваете? Эти декорации, значит, для того, чтобы мы вам предлагали решить по-хорошему. Это понятно, для кого вы это объясняете? Для Запада? Для народа вашего? Это для галочки. Это для Запада, это для галочки. Так Западу это нафиг не надо. Запад все равно же это не признает. Саша, давайте, да, так, там условия были такие, что он их по-любому не признает. Так правильно, и декорации эти, эти... Александр, Александр, не будем... Это, это оправдание же Запад не признает. Александр, не будем пока, как бы сказать, ну... Бежать впереди паровоза. Да, 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 да. Надо будет посмотреть, что будет дальше, потому что, знаешь, ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугеточ, ни вам, ни мне не отчитывается, что они там придумали, да? А плохо. Для нас... Для нас... Ну, почему плохо? Это нормально. Для нас самих это, я вам хочу сказать, тоже мы тут в невидении, на самом деле. У нас тут ток-шоу, все только и говорят о том, что, а что дальше, да? Я понял. А дальше, как бы сказать... Я вам скажу, что дальше. Будет все как всегда, будет какая-то гибридная хрень. Ну, вполне возможно, посмотрим. Точно говорю. Все, не буду больше задерживать. Нет, 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 а вы... Это замечательно. Александр, а с вашей точки зрения, какую гибридную хрень, вот вы как считаете, что будет? Какую конкретно сложно сказать. Потому что это слишком банально. Какую конкретно сложно сказать, потому что я не Ванга, не могу там на кофе гадать или там на каких-то других еще. Все будет как всегда. Обязательно будет какая-то гибридная, скрыто-прикрытая какая-то мерзость, да. Причем почему-то вдруг Россия, Путин начал дергаться. Что его, так сказать... Ну, вот почему сейчас? Почему не через год? Ну, друзья, вот мы сами этого не знаем, видите, у нас, как бы сказать, вы можете сейчас посмеяться, да, у нас прокатило, что мы, как бы сказать, обоскакали пиндосов в гиперзвуке. Да, где-то мы их прижали. Вы знаете, смотрите, просто скажу одну вещь. Вам же рассказали, наверное, что ввод войска ДКБ, ну, реально российских войск, уже выводят, уже выводят, что это большой успех, правильно? Почему большой успех? Это успех? Нет, никакого успеха нету. Нет, не говорили. Ну, ладно. У нас вообще армия просто потренировалась. Вот, вот, потренировалась. Так вот, что интересно, когда мы посмотрели на фотографии российских военных, мы увидели вот такие вот радиостанции. Это китайская радиостанция, Бауфенг, очень дешевая. Слушайте, слушайте. Это замечательно, просто антенна более короткая. Здесь, это, это был такой, такая ржака, это был такой смех. Смех, когда ваши военнослужащие, контингента, который вводится, виднее, 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 это да. Вы-то с Украины обеспечены, одягнута. Ну так, вот, видите, у нас уже все есть, все, что у вас там, это замечательно на самом деле. Вы, как считаете, 70 военно-транспортных самолетов за сутки, как бы сказать, привлечь, ну, это круто или нет? Не, не круто, это же еще советские самолеты. А вот радиостанции китайские. Ну, то есть, 70 самолетов за сутки, военно-транспорт для переброски, это не круто, вы считаете? Не круто, потому что любая система ПВО, система ПВО нормальная, от этих самолетов ничего бы не оставило. Да, подождите, но мы же не летели, как бы сказать, куда-то, где будут сбивать, правильно? Мы летели... Правильно, поэтому эта тренировка ни хрена не значит. Ну, хорошо. Поэтому запугать не получится. Вот с китайскими радиостанциями. Все, 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 не думали, значит замечательно. Все. Все.